Значит, мы обсуждаем на сегодняшний день армию, способ формирования и как она оказывает влияние на полную социальную структуру всего общества. Это некая реакция на доклад Василия Павлова. Значит, я сам долгое время был либералом и полагал, что армия должна быть чисто контрактной. Она должна быть контрактной, должны люди работать за почти все время, готовиться, а все остальное общество должно платить налоги. Но, как сейчас оказывается, эта позиция была чрезвычайно наивной. Но самое главное, что здесь является фундаментальным фактором. Фундаментальным фактором является то, что армия, скорее всего, построенная по контрактному принципу, то есть на профессиональных даже и офицерах, и солдатах, оказывается небоеспособна. А почему это так? Это потому что невозможно готовить людей. Армия, существующая в мирное время, армия, существующая в войну, это две разных армии, требует других навыков. Генерал, который генерал мирного времени и генерал войны, это тоже разные генералы, разные военачальники. Я хочу обратить Ваше внимание, что во время Великой Отечественной войны до той поры, пока все кадровые офицеры не были уничтожены, то есть вот эти Красные армии, Советская армия драпала аж до Москвы, до Волги и куда-то еще. После того, как произошла смена офицерского корпуса на учителей, инженеров, всех остальных прочих, тогда можно стало быть и оформированием боеспособной армии. Сразу же замечу, что с самого начала оказывается, по каким-то странному закону, что армия контрактная, то есть армия профессиональная, обладает низким боевым духом и чем-либо еще. Совершенно не факт, что им выделяют зарплату, их обучают, и они получают квартиры в настоящий момент, что вот эти самые профессиональные военные сохранят верность присяге в случае боевых действий. Я достаточно знаю много таких случаев, когда так называемые молодые офицеры, тогда уже капитаны или кто-либо еще, во время начала Чеченской войны, как и речь шла о том, что их призывают в действующую армию, им надо воевать, а тут же писали заявление об отставке, и эту армию покидали. Тем не менее, они давали присягу, их к этому делу готовили, а речь шла опять о том, что отчасти во многом воевала вот эта армия, она оказалась призывной. Очень интересно смотреть, кто против них воевал. Против них воевали чеченцы, которые были по профессии агрономами, картографами, гинекологами, кем-либо еще не были, которые обладали чрезвычайно высоким боевым духом, совершенно высоким уровнем военного мастерства, но при этом надо понимать, что никто из них, в большей части своей, не были профессиональными военными. Мы видим, что непрофессиональная армия очень часто оказывается гораздо лучше содержательнее, чем является профессиональной армией. Самое главное, что во многих случаях она не обладает таким свойством профессиональных военных, как трусость. Наиболее ярким примером всего этого было, и всякая потеря у профессиональных военных в самом понятии чести, это бегство высшего и среднего командного состава из Севастополя. Когда произошло, что Севастополь во время 1942-го оборонялся против превосходящих не по численности, превосходящих по форму артиллерии и огневой мощи войск нацистской Германии, через какое-то время было принято фундаментальное решение эвакуировать весь высший и средний командный состав. Часть его вывезли на самолетах, часть на кораблях. Павлова, командующая Приморской армии вывезли на подводной лодке. И оказалась совершенно странная вещь. То есть более 100-тысячная Советская армия оказалась сброшена своими командирами. И она, тем не менее, продолжалась там практически еще три недели. Она там продолжалась. Они ходили в атаку под руководством сержантов, ходили под медсестер, что-либо еще. Когда вы прибасы не поняли? Да, потом они были заперты на Херсоневском полуострове. И большей частью были либо уничтозны, либо просто сданы в плен. От 37 до 90 тысяч человек. Мы видим здесь странную вещь. Это одна из самых позорных страниц русской профессиональной армии. Потому что вот тот высший среднекомандный состав, он был исключительно, а все профессионалы. Они все готовились к войне. Это люди, которые находились на содержании государства и считалось, что во время войны они должны фундаментально выступить. Ну, да. Ну, там уже есть вот это известное отражение, что это было... Попыткой спасти. Ну, то есть с русскостью никак не связана? Это было решение? Нет, какие-то офицеры, говорят, остались. А, нет, я хочу сказать, что это было... Спасение... Да, командного состава, да, 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 да. Но есть, я опять повторяю, есть же все-таки некоторые представления о чести. Ведь была же то же самое, вот даже немецкая армия та же самая. Там им предлагали генералитету, то есть части в окружении под Сталинградом, их вывезти самолетами. Теперь они не пошли. Часть покончила жизнь самоубийством, частью с этим, со своими... что у них там, наган был, да? Пошли в самоубийственную атаку на что... Это не достаток профессионализма, который был вот в то время вот этой молодой советской власти. Отсутствие на эти чести еще не уделяется, да? Нет, я хочу... Профессионал своих не кинет. Да, ну вот они были вот такие профессионалы. Потому что, хочу обратить ваше внимание, что советская армия 20-30-х и начала 40-х годов полностью наследовала повадки благодаря офицерскому корпусу части, да, царской армии. А царская армия, она чем была знаменита? Она знаменита отчетливой двухсословной структурой. Был офицер и был рядовой. Был низший чин, так называемый. Отношение к нему было такое, как в нашей России. Как действительно, вот, когтяговому скоту. Какое вот это. Это вот такая ситуация. Советская армия, и мы даже все эти дела застали, отчасти такое было, что если офицер... Солдат не жаленит, если еще не нарожает. Да, да. Это вот самая ситуация. Они по-разному снабжались, по-разному кормились. А снабжение и кормление, кухня, разная для того же фашистской Германии того времени, то есть во время Второй мировой войны. Это был нонсенс. А у нас кухня для них была принципиально разная. Они по-разному кормились, и к ним было принципиально разные отношения. И именно эта армия оказала себя в первые месяцы исключительно небоеспособной. Офицеры попросту чаще всего бросали свои полки, они превращались в неорганизованную толпу. И три четверти народа улепетывало, как могло, кто на танк, кто на что-то. И потом они разбредались по всем этим вещам. Пока к этой ситуации офицерский корпус не изменился, а изменился он естественным образом. И это даже вот генерал Шаманов, командующий воздушно-десантными войсками, он это дело отмечает. Он говорит, что, к сожалению, если мы переходим на контрактную форму формирования воздушно-десантных форм, то нам попадает, так скажем, он говорит, не самый лучший человеческий материал, мягко скажем. Не, ну подожди, но ты имеешь в виду офицерский состав? Не только офицерский, рядовой тоже. И рядовой тоже самое. Понятно, но ты сейчас вот когда по времену войны рассказывал, и там речь шла о офицерском... Офицерском корпусе, да. Офицерском корпусе. То есть в то времена армия была призывной, а офицерский корпус был профессиональным. Поэтому я и предлагаю его в качестве этого профессионала. Это получается таким образом, что армия готовится в мирное время к одной ситуации, и человек, воспитанный на советской армии в 20 лет, да, 20 лет служивший, дослуживший там до звания генерал-майора или еще раньше до полковника, он, по всей видимости, обладает чрезвычайно низкими профессиональными пригодностью. И чеченская компания, отчасти это дело, показала. Показала, что люди, не являющие профессиональными военными, показывали гораздо большую выручку, мужество и профессионализм, чем представители. Хорошо, что удалось как в очередной раз это дело залить кровью. Притом я хочу обратить внимание ваше, что вот, ну, людей даже меня слушающих, что слухи, при всем при этом, я не разделяю такой позиции, слухи о смерти советской армии, они привлечены. Ведь в чем была особенность войны 2008 года, да? Потому что многие авторитетные журналисты, скажем, Юлия Латынина, они постоянно ездили людям по ушам и рассказывали, что русская армия, она небоеспособна, что они ржавые танки и так далее, что когда она встретится с грузинской героической армией, тех, которых обучали уже натовские инструктора... Со смазанными танками. Да, со смазанными танками, она тут же разбежится. Фиг ли? Три дня. Поэтому я на это говорю, что это общая ситуация, три дня, да, боев продерживалось, это общая ситуация. Когда народ переходит от народной армии, переходит к армии профессиональной, то есть самой контрактной, это всегда сопровождается падением боеспособности. Это по разным пунктам. По-первых, потому что карьера в мирное время отличается от карьеры военной. Человек, сделавший карьеру в мирное время в армии, как правило, оказывается профессионально непригоден в военное время. Это с одной стороны. А с другой стороны, это оказывается, что армейская повседневная жизнь, она ставит для человека слишком... не тот уровень задач совершенно. Не тот уровень задач, он к этим задачам, по большому счету, не готов. Чисто в индексуальном отношении. Я с удивлением увидел какого-то инструктора нашего спецназа, который говорил в своем интернете, что ему все равно. Ему нужно самое главное от будущего, от рекрута, от будущего спецназа. Не то, чтобы он был героический, физически силен, а чтобы он умел учиться. То есть был умный, умел учиться. И это для человека самое важное. А получается, что люди, которые выбирают военную карьеру, даже за достаточно высокой заработной платы, это оказывается люди, которые учиться не могут. Они могут вот только служить. Как раньше говорили, солдат спит, служба идет. Сейчас солдат спит, деньги капают. То же самое и эта ситуация. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы армия была боеспособной, то эта армия должна быть всеобщей. То есть в армии, как в Израиле, должны служить все. И по возможности, я считаю, это было бы большим достижением, в армии должны служить и женщины на полном том же самом составе. Мы придем в Российской Федерации к этому. Да, да. Не считается, почему женщины не служат? Потому что, когда женщину ранят... Ну, в разных частях. Мужчины на самом деле готовы жертвовать собой, таскать полураненный труп везде. Тем самым, как бы, подвергать риску многих людей, да, потому что, как бы, вот, сострадание к женщинам, как и мужчин, как бы, инстинктивно большее, чем сострадание к ближнему другому мужчине. Поэтому, смотрите, как еще. То есть идеология, как ни странно, для армии, которая должна быть поисцобной, она должна быть следующим образом. То есть любой человек, который должен в стране, любой гражданин, он должен в этой армии обязательно служить. Если он в этой армии не служил по каким-то причинам, по идеологическим, по религиозным, по физическим, то он, несомненно, должен быть поражен в правах. В том числе он не может занимать никакие государственные должности. Раз. Во-вторых, у всей этой массы народа должно проводиться постоянное, то есть раз в год, раз в два года, постоянный сбор. Но не такие идиотские сборы, которые были в позднем советском периоде, когда весь этот народ так и называли, партизаны. Их вывозили в лес, там бросали, их слегка кормили, значит, а так они там партизаны среди своих палаток. Они должны реально учиться стрелять и что-либо еще делать. Вот в этом. Их навыки должны быть вот эти велики. Образцом такого является не только израильская армия, является швейцарская армия. У них кем являются, как правило, так называемые спецназовцы? А юристы? А почему? Потому что швейцарский юрист зарабатывает так много денег, что он поддерживает себя в исключительно хорошей физической форме. И вот такая вот эта самая армия, армия она оказывается. Но хочется тоже опять... Но это же понятно, что это уже речь не о военной реформе, а о социальной. Социальной, да. Вот я к этому хочу перейти. А это значит вообще полное реформирование. Полное реформирование структуры общества. Плюс к этому еще один необходимый момент. Солдат должен знать, за что ему умирать. И это тоже так, да. И это тоже так. Это поэтому речь идет не просто о каких-то вещах. Потому что если мы сейчас войдем в обязательные сборы, так называемые для резервистов, все кончится вот этими самыми партизанами 70-х, 80-х годов, которые вывозили в лес, и они там среди палаток, кто мог пил, кто чего-то, и им жены или знакомые привозили продукты, потому что их там кормили. И еще не только о партизанах, а просто солдаты, которые служат, служили в конце советской времени. Они же тоже были ли солдаты? Да. Чем-чем угодно? Да, у них... Это было вот типа барщины. Это была вот такая натуральная повинность. Я два года служил офицером, и прекрасно представляешь, что стрелял в нашей армии. Вот они конечные. Каких войсков? ПО. ПО? Это вот. И действительно, речь идет о модернизации. Я хочу сказать, что без демократии, настоящей демократии, без всеобщей воинской повинности, она не живет. Больно много условий у тебя. Значит, давай будем жить в другом государстве, где все разумно. У тебя вот такое на самом деле. Ну, как на Луне. Да. А вот можно дальше, чтобы это уточнить. Вот сказали, Красная Армия на начало Второй мировой войны, да? Да. Вообще-то она сначала была кадровая. И буквально вот... Я тоже думал, что она была по призыву, как вот потом в Советском Союзе. Оказалось, что призывную ее сделали там чуть ли не в 1939-м, или в каком-то году. И не исключительно. И я думаю, что в 1941-м году все-таки, наверное, там было большинство кадровой армии. Ну, я и говорю, она была небоеспособна. Почему? Как раз она была вот кадровая, то есть это... Ну, по факту она была небоеспособна. Ну, небоеспособна она была. А немецкая армия? Вот я не знаю, какая она была немецкая? Она что же? Она призывная была? Прозывная, да. Но я хочу сказать, хочу сказать, что обычная кадровая армия, она небоеспособна, как правило. Она не решает вот этих задач. Я думаю, что здесь должно быть какое-то сочетание кадровой армии и призывной. Должны быть специалисты, да? Такого-то своего дела. И как бы призывники, которые... Ну, вот это замечательная история 60-го года. Франция это означает. Вот у тебя в Алжир вспыхнул мятеж, и десантники, то есть профессиональные кадровые армии, идут на Париж. Останавливают ее кто? Вот это армия по призыву, то есть так называемая, ну, просто французская армия. Они останавливаются, мятеж не получает своего дальнейшего развития. То есть, оказывается, кроме того, всего прочего, что обычная вот такая армия, созданная из резервистов или кого-то, повышает резкую социальную структуру общества. Потому что там, где исключительно кадровая армия, возможны всевозможные перевороты. Ведь, смотрите, бразильца во время Второй мировую войну воевала не так много. Офицеров там была вообще горска. Часть из них погибла. Часть вернулась в Бразилию, и там такого намутило. Почему? Потому что это было, их было несколько тысяч человек, но это было единственное боеспособное тогда части в Бразилии. Вот их переворот был организован руками их. У тебя сейчас рефрена проходит, что офицеры это, в принципе, нечто плохое. Нет, офицеры это... Офицеры это штука, вообще говоря, хорошие. Офицеры это штука хорошая. Офицеры, но он всегда же на самом деле кадровые офицеры, а не просто офицеры. Не ополченец же он, правильно? Почему? Ну точно так же тебе... Он же не ополченец, но этот же самый офицер в швейцарской армии или в израильской, он имеет штатную должность гражданскую. Это просто похоже, допустим, вот строят дом, и ты говоришь, что защитно нужны профессиональные строители, которые знают, как это делать. Давайте созовем народ с округи, они тебе там построят. А я тебе объясню, почему это здесь дело разница. Потому что представляешь, что разница между строительством дома, ты всегда строишь дом. А тут у тебя армия одна, в мирное время существует, это одна организация, по-другому еще строена, и в другое время она существует, в военное время. Нет фактора смертельной опасности. По-другому строится даже сам принцип карьеры. По-другому. Нет, ну я согласен, что в мирное время там в основном какие-то вышагивания, там какие-то парады, какие-то линейки, какие-то уборки. Солдат, спец, служба, и бед. Это просто совершенно другая психология, другие цели, другие задачи, смысл другой совершенно. То есть, скажем, выполнить установленные учебные задания. А они какие-то... А как выполнить? Без разницы. Не, ну для этого же сейчас существует же учение, да? Да, учение, вот в мое время, когда было последнее, учение было чистое фикция. Просто. То есть, я не могу сказать, что ПВО во время, когда я там служил, было полностью боя не готово. Абсолютно не к бою готово. Я не думаю, что за это время что-то изменилось. Тогда полеты на Красную площадь, это они... Они подтверждены. Что произошло тогда? Обычно вот вспомнят то, что на Красную площадь Рус приземлился, да? А одновременно же, еще типа на самолете, типа АМ-2 что ли, и наш это тоже перелетел в Финляндию, там приземлился куда-то на море. То есть, было два перелета, и ПВО оказалось... Но дело может быть, это не показательный момент. Нет, это было два события просто... На малая цель на низкой высоте, в принципе, ПВО может и пропустить. Я имею в виду, что не боя готова было по крупным целям, по большим налетам, просто не боя готова. не боя готова. Не так, что не боя готова. В принципе. То есть, рассказываю, идет учение, идет учение, ежедневные учения и специальные учения, там раз в полгода идут. Это значит, что командовая пункта из Москвы посылают цели. Список целей, просто виртуальные. То есть, никто не летит, но как бы по каналам связи посылают цели. Их нужно принять. И что такое? Какие-то действия... Так вот, практически никогда полностью солдаты не принимали эти цели, не смогли зафиксировать. Звонили в соседние округа, и все не перезванивались. Вы приняли, вы приняли, да, диктуйте, мы диктуем все. Значит, все перезванивали. Кто какой-то фрагментик что-то принял, вот, после этого, значит, все формируется отчет и отсылается в округ. Либо стояла у нас в округе АСУ, которое должно было отслеживать автоматический полет целей. Учения, летят, а с обратной стороны планшета там принимают в наушники все данные и двигают стрелочками, которые должны были АСУ. Вот. Техника еле-еле живая, ламповая там какая-то. Это вот... То есть, не было никакой добрызи микростаней? Ощущение. Вот я прибыл в ЧАЭС, я в ЧАЭС прибыл на следующий день после завершения... Нет, в день начала проверки в части. И все офицеры бегали и спрашивали, слушай, а как вот это? А как где это? А что вот это? А как сделать это? А как что? Я думаю, слушайте, ребята, куда я попал? Никто ничего не знает. И самое же интересное, они после проверки все это забывали, и следующая проверка через полгода опять все то же самое. Все опять бегают... Да, его практически гражданский специалист, который всем это объяснял. Правда же? Когда меня спросил на той части чего-то по уставу, я ответил, что-то такое не в попад, я еще не знал, то есть я вот только-только пришел. А потом он опрашивает других офицеров, он говорит, слушайте, ребята, ему-то понятно, вот он пришел только что из института, а вы-то еще ничего не знаете, который по десятку лет уже служил. То есть совершенно не боеспособная была. И задача солдата еле-еле как-то отслужить, что-то там радисты были в подчинении у меня, что-то как-то они знали, вот, ну, один-два человека на уровне профессионального, то есть из всего взвода, из двух взводов, где-то там человек 50, два-три человека могли профессионально принимать и передавать. Остальные кое-как и кухня, уборка, заборы и все прочее. Ну, в то время разложение общества, всего общества достигло в нас. Это какими это было? Это 87-й. А, то есть уже в перестройку, да? Да, уже в Крабачеве. Тяжелый момент был. Зачем вообще? Подожди, а в итоге, значит, Игорь завершает, какая армия предлагается? Полностью? Призывная армия тоже не офицеры, да? Нет, определенное количество, конечно, профессиональных офицеров оно останется, но в первую очередь, конечно, эта армия полностью призывная, то есть каждый гражданин России должен иметь возможность служить, должен обязательно служить в армии. Да. Чего? А ты сам-то служил вообще, товарищ? Нет, я был на сборах, как и все. Я, это, лейтенант с запасом. А ты знаешь, что откосить от армии сейчас это уже почти поздно? И каждый человек сейчас рассказывает, как он умудрился откосить. Да, это ценник известен. Известен ценник, 150 тысяч рублей это стоит, это практически на официальные вещи занимается в этом. Так что, о чем ты рассказываешь, ты еще? И армия должна быть тоже. Армия не профессиональная нужна, а призывная для того, чтобы можно было на этом заработать кучу бабла, купить армию в штатах и приобретать и не превращать в фарс. Ну потому что я вам говорю, это полный фарс. Я и говорю, что эта штука невозможна, безреальная. И что такое все-таки демократия? Демократия это когда один штык, один голос. Почему женщины получили права избирательные? Да потому что в армии, разрушенной огнестрельным оружием, женщина обладает такой же огневой мощью и точно таки такой же силой, как и мужчина. Это является следствием. То есть настоящая демократия невозможна без полностью призывной армии. Вот настоящая демократия поэтому в Швейцарии. Игорь, а вот такие дики. А вот хочется выразиться. Согласен. Ну хорошо. Сейчас, сейчас у меня тут главное сомнение. Во-первых, по ходу много возникло путаницы, потому что профессиональная армия, это ведь мы о чем говорим? мы говорим о том, каким образом попадает рядовой и сержантский состав. Офицеры должны быть кадровыми. Не обязательно. Нет, но костяк должен быть кадровым. Иначе это просто не работает. Это тоже объяснить почему. Потому что даже по той же самой причине покой я сомневаюсь, что призывная армия эффективна в современных условиях. Ну смотрите, когда я пришел в армию, один лейтенант, я на разуме служил, кстати, дивизии генерала Дудая. Так вот, именно не почему он был командиром дивизии дальней авиации. Естественно, до того, как он стал политиком и вообще всем прочим. Он, кстати, когда я пришел, он еще даже не был генералом, он был полковником. И когда он стал генералом, это был вообще просто праздник всей диаспори. Все риковали. Ну вот, но не суть. Значит, почему я все это все дело вспоминаю? Потому что молодой лейтенант, с которым служили, что называется, бог у бог, вот, он как-то под стакан чая сказал, говорит, ну вообще-то, говорит, ребята, вас смысла большого нет, вот вас, солдати, говорит. И почему? Потому что, говорит, смотри, тебя призвали на два года. Из них полгода ты учишься в учебке, потом еще полгода ты учишься в части, доучиваешь то, что не понял в учебке и понимаешь, как это работает в более-менее конкретной обстановке, потом полгода от тебя есть толк на твоем рабочем месте. А потом полгода последних ты готовишься к дембелю, и толка от тебя нет. поэтому за два года от тебя пользы полгода. А до этого ты год учился. Вот я сейчас главное хочу как бы опереться вот на это. В современной армии, для того, чтобы человек хоть какое-то разумное принимал участие, ему реально нужно учиться год. И какой смысл, спрашивается? Вот какой смысл человеку, который просто призван на время и всей этой премудростью овладевать, а потом еще не утрачивать эти навыки в обычной жизни. Я понимаю, как это работает в Израиле, но со стороны постоянно в состоянии войны. А в Швейцарии? В Швейцарии не знаю. Вот честно тебе вам. Там нет войны в Швейцарии. Там давно никогда не войны. Почему? А 200 лет? Нет, мне никогда не надо. Потом хочу внимание, что они обучаются, потом со своим оружием, то есть с автоматами. Они уходят домой. Это сделать, я не понимаю. Уходят домой, вот у них возникает то самое ополчение, о котором говорит Василий. Дальше не... Бога ради. Бога ради. Если можно найти какие-то способы, но опять-таки мне кажется, что дело здесь не в том на самом деле армии является контрактной или призывной, а дело в каком-то другом принципе построения армии. Потому что извините, то, что делал, вот ты приводил примеры неэффективности Красной армии, русское строительство было заточено на то, что вся армия, основная ее масса, это пушечное мясо, это разменная монета. И так была выстроена вся система. Офицерский, генеральский, так сказать, костяк армии строился с расчетом именно на это. И очень характерно, что они бросили этих бедолаг в Крыму, ты рассказывал этот эпизод, когда эвакуировали командование, а 100 тысяч военнослужащих в Севастополе были брошены. Очень характерно, потому что на остальных фронтах происходило то же самое. Генерал находился в 100 километрах от фронта, извините, который должен командовать этой частью, а часть его там где-то в болоте ведет какое-то боестолкновение. Так армия была устроена, и она была заточена на то, чтобы в ней были колоссальные людские потери. Просто напросто. Поэтому мне кажется, это был неудачный показатель против профессиональной армии, но главный мой пункт в следующем. Не важно, какая она контрактная или призывная, важно, по какому принципу устроен ее кадровый состав. Вот если у швейцарцев найдена какая-то система, при которой у них есть кадровый состав, и это понятно, но при этом они умудряются и призывников поддерживать в актуальном состоянии. На мой взгляд, это какое-то чудо, и это надо проверить на самом деле. Может быть, это все фикция. Потому что как проявляется боеспособность этих чуваков? Они, извините, не воюют 200 лет. Как? Как проявляется в Израиле, я знаю. И все мы знаем. А как в Швейцарии, я не понимаю. Поэтому, может быть, их боеспособность фикция. Я хочу обратить внимание, что та же самая ситуация, которая у нас творится с образованием, которая оказывается у нас прологимо-отвратительным, но массовое европейско-американское образование, скажем, математическое, тоже очень плохое. Так и с армией тоже. Обратите внимание, что США это великая держава, которая не имеет боеспособность рукопутной армии. Совсем. Чего-нибудь этого я не понимаю. Я бы слышал за последний день на второй раз. по факту боеспособность сухопутной армии. Не имеет боеспособность сухопутной армии. Ну, вроде как они воюют где-то там. Ну, и везде они постоянно воюют. И везде они исключительно появляют исключительную военивскую боеспособность. Подождите, и Ирак или кого-то? Ирак там просто было. Там очередной осел, груженный очередным золотом, взял очередной город. Это вот с Ираком что-ли произошло. Ну, ладно, танковые стреляли, какие-никакие. Танки стреляли, пушки стреляли, ракеты летали. Это все про правильный. Появилось исключительно низко... бои столкновения, в которых ввязываны американские военные. Это ведь столкновения с новой партизанской войной. А в партизанскую войну никто не умеет ввести. А кто умеет ввести в современных условиях ее так, чтобы эффективно... абстрактно рассуждать. Смотрите, почему она вот здесь особенно нужна? Если мы действительно вслед за Василиевым Павловым говорим, что для нас основной угрозой является эта террористическая война массовая, то, что он нам рассказывал в докладе, если действительно мы разделяем его точку зрения, что единственной силой, которой может от этого противостоять, является ополчение народное. При поддержке армии. При поддержке офицеров и всяких вещей. Конечно, при поддержке. Да, при поддержке офицеров. идет в город. Да. При поддержке армии в случае как бы исполкновения нереального. Да, безусловно. То мы должны видеть, что это самое ополчение должно быть обучено, должно быть подготовлено. И поэтому нужно как бы объединить Ваши позиции и Игоря и твою, потому что есть военно-морские силы, есть авиация, есть ракетные войска, естественно, они должны быть профессиональными. Потому что они будут сидеть в этой шахте и должны сидеть и сидеть. Да. И никуда не деться, конечно. посылать служить все это, это конечно, это конечно. Тоже в Штатах, несмотря на то, что у них, как я утверждаю, не существует боеспособность сухопутной армии массовой, у них вполне профессиональный флот, профессиональная авиация, у них даже есть училища, у них отсутствует, скажем, военное училище для офицеров сухопутной армии полностью, в принципе. А есть, например, профессиональные, которые постарают профессиональных пилотов, профессиональных летчиков, профессиональных моряков, капитанов. Вот это у них есть. А вот и ученищик, как таковых, у них есть никак не гипотетическая угроза какого-то вероятного противника, которым мы должны отражать с помощью флота и авиации. А как оценить, сколько мы должны? Ну, а оценить как бы паритет поддержку. Но реальная угроза-то у нас, конечно, если судить по террористическому, тогда нам не нужна сухопутная армия, как таковая, потому что мы не собираемся не вводить эти войска ни на другую территорию массово. Ну, собираемся. Миллионы, конечно. Конечно, собираемся. Почему у вас реальная и главная угроза террористическая? Почему не гипотетерная, не химическая? Это все требует обоснования. Ну, мы вот следуем след в большей степени сейчас. Да, вот Василию Павлову мы следуем, и мы понимаем, что действительно, если будет вот такая террористическая война, а-ля Сирия, то реально с ней справиться может быть только массовое ополчение. То есть, когда у тебя все население, в связи с мыслью, знает, куда пойти, получить оружие, и может сражаться на своей территории. Обоснование же было, что если ставить задачу уничтожить страну, уничтожить страну, то есть два способа, да, применить оружие, дорогущее оружие, дорогущее оружие, вот, и попасть еще в ответный удар. Либо второй вариант, это террористическая война, которая дешево, сердито, и на что ответа нет. Давайте так, это, на таком понятии террористической войны. Давайте, мы будем сгореть. То есть, нет такого понятия террористической войны, нет. Ну, то, что идет в Сирии. Есть какие-то некоторые там моменты... То, что идет в Сирии, то, что настоящего нет. Вот, Василий Павлов, он больше года был в Сирии, он был... Назвал это террористической войны. Да, и он это дело наблюдал, и нам об этом рассказывал. А, вот это, да? И вот та война, которая ведется в Сирии, которую он подробно разбирал, в члене полутора часов, из чего сделал ролик, правда, на полчаса, это, значит, вот она вот такая была. Она состоит в другой степени этой эффективности, потому что так получилось, что западные армии оказались основаны не на эффективности, а основаны, а, на сохранении собственных жизней солдат, а, б, во-вторых, на освоении бабок безумного количества. Поэтому и оказывается, что ракеты и томагавка стоим всего 10 миллионов, охотятся за каким-то несчастным повстанцем. А выяснилось, что с точки зрения эффективности оказалось гораздо проще брать египтянина, который готов стрелять за 50 долларов в месяц, вооружать ему, давать 100 долларов, и после этого он будет вести войну, направленную на уничтожение экономики и население какого-то государства, например, в Сирии. И вот подобного рода угрозам вот этих 50-100 долларовых бойцов из небогатых стран, которые действуют на другой территории и может противостоять только ополчение. Вообще, честно, я не понимаю, что меня постановка вопросов просто поражает. Вместо того, чтобы говорить о том, как где-то там организовывать эти самые террористические войны, вот Курганин предлагает, на Украине организовать там. Ставится вопрос о том, как нам отражать у себя эти самые террористические войны, против которых ракеты бессильны. Ну, это море. А чем плохо? А чем плохо? Нет, я не понимаю. В чем вопрос? Вопрос не неправильный. Да, потому что лучшая защита, нападение, если появилась армия, оно непобедимое, по факту мы видим, да, значит, его нужно использовать против противника. А не измышлять какие-то крепости. Тем более, ясно, понятно, что ополчение это бред полнейший какой-то. Ну, почему? Полнейший бред. Ну, по программе осуществления это не нормально. Я тебе могу нарисовать сценарий, как, ну, это, ну, во-первых, я говорил, чем ополчение, вот представь, что у Януковича было бы ополчение, чем оно ему бы помогло? Нет, ничем. Ополчение хорошо, когда уже все горит кругом. И тогда хоть что-то так люди фактически ополчение это самоспасение. Я хочу сказать, что ополчение, оно против террористической войны, оно эффективно. Но с точки зрения поддержания своего социального устройства, своего режима, оно скорее было отрицательной ценностью, потому что это ополчение может быть против действующей главы страны или кого-то еще направлено впрямую. Ведь обратите внимание, что вот этот французский случай, когда так называемые ополченцы десантников, профессионалов остановили, он же может быть прямо в противоположной ситуации быть. То самое ополчение, оно могло наоборот скинуть генерала Де Горя, ну, при других раскладах. он да и делал. поэтому, 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 вот еще, извините, еще один сценарий, есть прекрасные методики, вот ты организуешь ополчение, вот с Вами, организуете ополчение, а я организую так, что через два года на вас люди будут показывать пальцем, как наверзаться, понимаешь? Ты вот этот момент просекаешь, нет? просекаю об этом мой следующий сегодняшний доклад о революции. Так вот, чем заниматься-то нужно. Война идет в голове сейчас. Вопрос о ценностях. Есть ли у нас ценности человеческой жизни? Это одно. Если вопрос о ценностях государства, это другое. Да. Я постоянно говорю, что этот вопрос очень связан с так называемым оружием, населением. Можно владеть на оружию огнестрельным оружием. Значит, если мы ставим цель действительно понизить уровень преступности, защитить граждан, то, конечно, владение огнестрельным оружием обязательно. Но это факты такие, что наличие огнестрельного оружия у населения снижает преступность, особенно тяжкие преступления, но достаточно существенно. Если мы хотим поддержать стабильность действующего режима, то вооружать население в коем случае нельзя. У тебя правоохранительные органы, кто-то еще должны быть обладать монополией на оружие. Здесь точно так же ситуация. Если ты заботишься о собственной стране и полагаешь того, что тебе готово стремиться исполнителем террористической войны, фрактальной войны, которая будет действовать в Кремле, тебе нужно ополчение обученное, подготовленное, знающие, где добыть оружие. Если ты защищаешь собственный режим, то есть, грубо говоря, рублевку нескольких кварталов в Кремле, то тебе не надо давать никакое ополчение, ты в любом случае его защитишь. Вот так. У тебя хватит на это ресурсов, что-либо еще, авиация, артиллерия и всякого понятия. Поэтому получается ополчение вещь в себе, идеальная вещь в себе, которая будет действовать по обстоятельствам. она не только вещь в себе, она еще вещь для себя. Я повторяю еще раз, что попытка прийти по настоящей призывной армии, по факту, она вызовет фундаментальные изменения в социальной структуре общества. Можно замечательно это сделать? Ополчение эффективно, как рассказывал Павлов, только на территории, на которой она проживает. Да, Значит, это не какое-то незамена армии, это на самом деле просто самоорганизация населения на ее территории. Это с другой армия сомощается. Армия автоматически таким образом, всеобщая призывная армия, она помогает тебе подготовить ополчение. Нет, подождите. Это незамена ополчения. На самом деле, с другой стороны, ополчение само по себе не боеспособно, оно просто боеспособно, оно поддерживает некого рода, не дает возможности боевикам воспользоваться неожиданностью, можно сказать, удерживает какое-то время для того, чтобы связаться с основными частями уже регулярно армии, которые придут и помогут. и так рассказывают. Павлов объяснял. Войска в городе проигрывают однозначно. Они не входят. Но ополчение не может противостоять военникам. Может, может. Именно только ополчение и может. Ополчение, ну сколько, 100 человек там, им надо спать, работать и так далее. Так рассказывалось. А если придет тысяча человек, они даже не заметят это ополчение. Тысяча человек придет не в один дом, а в один дом придет 2-3 человека. Нет, но дело просто в том, что ополчение нужно только для того, чтобы не дать возможность воспользоваться внезапностью. Потому что у этих террористов у них самый главный код, что они могут на любом месте внезапно войти в дом и сделать из него такую точку террористическую. Фактически у них только это оружие. Если будет ополчение, если будет налажена связь и взаимодействие, то они ему выдадут регулярную армию, которая быстро защитит этот дом и локализует капли. Нет. Но внезапность понятия не так. Так рассказывалось. Нет, рассказывалось не так. Рассказывалось не так. Именно и так, что войска, то есть, по примеру, сирии, где было ополчение, туда они и не суются. Где нет, они не понимают, видимо, науке, как это происходит. Вопрос не в армии. Не то, что вызвать армию. Армию может вызвать, просто номера телефонов везде напиши, куда позвонить. Они не успеют вызвать, потому что дома уже будут захвачены, люди будут уже убили. Всегда может. Вопрос именно, чтобы именно противостоять. Он говорил, что именно противостоять террористу может только вооруженное население. Просто, как показать, вторая мировая война, это ополчение, оно просто будет визитное пушечное место. Ну, опять, в регулярных боях нет. Я знаю даже статистику. И в регулярных боях, конец войны, 1944-1945 год, а стрельковое оружие уничтожалось порядка 3% противников. Всего 3%. Все остальное, бомбардировки и артиллерия. Ну, в том числе и пушки на танках. Вот это. То есть 97% уничтожалось за счет этого. Когда у тебя идет регулярная война, когда речь идет, что ты берешь, например, вот этот город, не считаясь потерями среди его мирного населения, то тогда, конечно, только армия, только ракеты, самолеты, танки и всякое прочее. Но против той специфической войны, террористической, когда тебя атакуют и крайне дешевые боевики, готовые убивать за 100 долларов в месяц, почему? Ополчение будет вполне эффективным. Просто то ополчение, которое, например, Кургиня, на котором он говорит, который пойдет на юго-восток Украины, как там поможет. Это не то. Оно не будет. Он говорит скорее о добровольческом корпусе, сколько я понимаю. Это добровольческая армия, это совершенно другое. Это не ополчение. Вот об этом мы сейчас немножко сделаем перерыв, я тоже об этом поговорю. Какие там реальные проблемы? Извини, то есть получается обратная ситуация с Сирии, с нашей стороны. То есть добровольческая армия там в Сирии валяет на стороне саулитов в Катаре. Ну какая? Он описывал иначе. Павлов нам описывал ее иначе. Более сложно он ее описывал гораздо. Ну так и здесь будет сложно. Нет, нет, нет. Единственное, что вот все, что действительно обсуждали, это не имеет ни малейшего смысла, потому что требует коренного переустройства государства. и поставить вопрос, вот давайте мы сейчас будем это обсуждать, то есть это как бы так. Это само собой получится, если будет изменена система государственная в России. Совершенно с тобой согласен. Более того, сирийская модель к России абсолютно никакого отношения не имеет. Но честно устройство с социумом. Ну там другого. Поскольку в Сирии есть ядро, очень определенное ядро, алавийское, да? И эти люди совершенно отчетливо понимают, за что они умирают и почему. В России такая постановка абсолютно не прокатит. Ну скажем, один из вариантов, приходят ребята такие же русские, только демократы, да? и показывают пальцем на черносотинцев с ружьями защитников диктатуры. Понимаешь, да? Ну и какой у меня мотив защищать там свои дома? Да они не собираются у меня дома отбирать. Они собираются отбирать Газпрому Путина, скажем. Нет, это другая история. Мы говорим о том, это Римин реально. Нет, нет, нет. Это проблема с Белым и когда Белым и Сумовым. Белым никто не защищал Белым и Дом, никто не пошел его защищать. Это реальная история, но другая. Да, о которой я через 20 минут поговорю. Это другая история. Дело в том, что ситуация, когда внешний враг хочет разрушить страну путем террористической войны, это одна ситуация. А там нюансов, конечно, может множество, но обсуждалась именно эта ситуация. Разрушить страну никто не хочет. Это есть некие вот такие у советских, то есть у русских политологов вот это представление о управляемом хаосе. Вот им в Санта-Фе придумали вот эти нескими специально, я думаю, заброшенные идиоты. Они это словили. И вот теперь они рассуждают о управляемом хаосе. Что с вами согласен по себе нонсенс, да? Нет. Ну, потому что что это управляемый хаос? Ну, не управляемый хаос, управляемая там революция, управляемая гражданская война. Почему нет? Но имя хаос... Это не хаос, буквально. Управлять можно некими аттракторами, да? Вот. Но не хаос. Но это не хаос, буквально. Это слово. И хаос, это не цель вообще, в принципе. Нет, а тут актеристически не хаос, это цель. как бы, да, там, война ради войны, да? Ради, как бы, уничтожения... Ну, не из такого. Уничтожение государства? Да. Есть определенная цель, решительное уничтожение, разделение. Барри Басаевна, так это всю, всю мировую историю это и было. Причем без хаос? Ну, это не хаос. Причем без хаос? Вот такая специфическая война, достаточно эффективная, которая ведется через серии, которая используется путем очень дешевых, низкоквалифицированных боевиков за 100 долларов в месяц. Но мы общались у себя организовать сопротивление такой войны. Не можем, да. Но Кургинян вообще обещает, что вот-вот у нас что-то такое произойдет, вот как на юго-востоке Украины, в Москве, там, в Кемерово, там, на юге России. Ну, посмотрим. Ну, и что надо уже к этому готовиться, и что идти? Извини, я договорил. Просто перепутано причинное следствие вот с этой террористической войной. Не навязывают кто-то террористическую войну, а навязывают обычную войну, но специфическими методами. Да? В результате сопротивления появляется вот эта ситуация, которая можно назвать хаосом этой террористической войны. То же самое, что никто не... В Украине это бред, когда говорят, что там цель Соединенных Штатов устроить хаос на Украине. Нет, конечно. Бред. У него вполне определенная цель. Но при реализации это встретило сопротивление. И сейчас там начинается та же самая террористическая война на Востоке. Понимаешь? Я как раз очень по поводу... Вполне рационально. Разработки, продумки на все варианты. Но возникает сопротивление, возникает вот то, что выглядит как хаос и как борьба. В Сирии. Я ничего не говорил. Ну, не важно. Но есть такой журналистский штамп в грамме хаоса. Да. Антитеррористическая война. Террористическая... Ну, конечно. А как иначе можно вести в Сирию войну? Вот только таким образом. Или в Ливии. Ну, сама география этой страны, ее история, ментальность предполагает, что там будет бардак. Ну, так и вышло. А на Украине будет типа партизанщина. Вот как в Славянске. Да? Сейчас. Гражданка наша. Все читали, все в кино смотрели, что там было. Какой хаос? Все воевали четко, имея определенные цели. Но столкновение интересов и приводило к тому, что возникало то, что Бэк видел как хаос. Извините. Ну, все.